Доброе утро! Ну что, первое утро наше на нашей дачке. Видите, тут вчера в темноте заносили вещи, кое-как раскидали. Конечно, тут ещё всё надо убирать. Всё такое походное. Да, Аделька? И я же хочу выйти на участок, потому что туда я ещё не заходила. Он Юра ставит под навес. Уже разобранный наш зелёный прицеп. Все растения вытащили, сложили. Эх, привет, Закарпатья! Эти великаны стоят. Будем воевать сельсоветом, чтобы их тут срезать, потому что они полусухие, и ветки вечно падают. Это небезопасно. Мы уже с утра съездили в Берегово, затарились продуктами. Тут уж ничего нету. Набрали продуктов. Ну, всего такого понабирали. Сейчас буду обед готовить. Сварю борщ и сделаю или рагу мясное, или овощное. Пока ещё не решила. Ковёр привезли из дома. Это Алискин ковёр. Мы им никогда не пользовались. Просто расстилали, когда внучка приезжала. И решили, что здесь он нам больше пригодится. Тут всё-таки... Не знаю, будет ли тянуть от пола холодом зимой, или осенью, или нет. Но там всё-таки у нас тёплый пол, а здесь надо как-то утепляться. Ну что, хочу выйти на участок. Уже вчера посмотрела, что всё заросло. Всё опять заросло. Опа-на! А, вот она. Виноград. Щупальца разбросал, как какой-то монстр. Тут специально вбила вот такую железяку, чтобы... Был маленький росточек вот такой, когда мы уезжали. Вот такой один. Специально вбила железяку, чтобы он не потерялся. А он такой монстрик разросся. Короче говоря, ну что вам сказать. Опять всё позаростало. Опять. Юра и выкашивал, и гербицидом обрабатывал. И говорит, что всё было сухое после гербицида. Но, видимо, после дождя оно всё пошло снова. Но не настолько, конечно, толстые эти горцы, как они были. Аделя, ты бы сюда не ходила. Тут колючек полно. Как они были, огромные и высокие лиана тут заросшие вдоль забора. Ну, он вылез. Видите, вот. Просто зелёный массив. Хотя он и тоненький. И невысокий. Но покрыл с собой всё вместе. Что, Юр, ты хочешь? Помочь? Сейчас пойду помогу, что там Юра просит. Так что сейчас Юра будет косить. И сегодня нужно будет ещё раз обработать гербицидом. Мы уже тоже его купили, когда ездили в Берегово за продуктами. Вот этот участок, вот до Ореха, вот этот квадратик, в этом сезоне я планирую облагородить. И вот там, вдоль этой стены, вдоль забора, слишком камера далеко перед... Вот так примерно посадить ёлки. И, ну, конечно, всё это опять выкосить. И пока что на этом всё. На этот сезон по участку. Посмотрим по желанию, по времени, как будем успевать. Может быть, что-то ещё сделаем. Ой, хорошо-то как. Хорошо. Хотя дел столько, что не знаю, за что хвататься. Нужно, скорее всего, написать себе какой-то план по дням. Что делать, что заказывать, что покупать. А потом уже спокойненько, не суетясь. Времени у нас много. На всё хватит. Вот виноград вот этот, который, видимо, старый здесь был. Старый, видимо, невидимо. Да, его много, его нужно тоже выкорчевать. Он тут вообще не нужен. Вообще, может быть, здесь сделать какую-то беседку под виноградом. Вот это вот надо себе обмозговать, конечно. Так что пойду я пока готовить обед. Если будет что-то интересненькое в течение дня, то буду снимать. В общем, будут такие своеобразные закарпатские хроники у меня. Мы же планируем тут не только убиваться на участке, но ещё и куда-то поехать хотим. В какие-то интересные места. Немножко исследовать Закарпатье, там, где ещё не были. Хотя мы, по-моему, почти везде были. Так что пожелайте нам удачи. Надеюсь, что у нас всё получится. Вот двор. Летом Юра приезжал. Его забетонировали. И я проведу обязательный ром-тур по дому. Покажу, как там Юра благоустроил. Там же он мебель смонтировал, пока меня не было. И в одной спальне, и в другой спальне проведу вам ром-тур по кухне. Хотя я снимала уже на старый телефон, который в итоге потерял. И все свои записи тоже. Ну, раз покажу, расскажу. Так что подписывайтесь. И следите за нашими закарпатскими буднями. Кофе тайм у Юры уже. Да. Он уже тут успел дотягаться всяких тяжестей. Присесть негде. Видишь, какой тут солнцепёк, да, тут. Надо что-то придумывать. Насчет этого солнцепёка тоже. А то негде и присесть. Так глаза слепить, что просто ужас. Два дня будет Юра дождя через два дня. Так что надо успеть обработать за это время. Ну, заразь. Подожди, давай всё поэтапно. Слушай, сейчас я иду готовить обед, а потом будем себе выделять время, что где сажать. Кстати, ещё у нас в планах переделать этот забор. Полностью мы его убирать не будем, но мы его будем переделывать. Потому что всё-таки двор от огорода. Мы решили, что надо как-то оградить. Во-первых, у нас собака, чтобы она не лазила там нигде. Ну, в общем, будем переделывать. Вот накупили продуктов. Тут овощи всякие разные, крупы, пряности, приправы, сахар. Что-то ещё у нас есть. Макарошки, вермишелька, спагетти. Тут мяско немножко. Ну, в общем, всё, что нужно на первое время. Сейчас это всё разложу по местам. Бульон поставлю вариться. А Юра собирается косить. Где он там? Где-то ходит. Постелил тут коврики своей бабушки. Когда-то мы забрали из их старого дома. Привезли много лет назад. Так прикольно теперь они тут смотрятся. Ну и вот. Начинаются наши будни на новом месте. Пока я здесь буду готовить борщ и жаркое, слышу, Юра там уже начал косить. Ну вот, видите, трудится мой герой. Ну, что же делать. А, кстати, запомним, как это всё выглядит. Потому что больше оно так выглядеть не будет. Теперь будет всё тут совершенно по-другому. Даже на куче песка, который привозили летом для того, чтобы мастить двор, и топово растали эти ужасные сорняки. Это, наверное, мне в компенсацию за то, что на моём участке в Одессе сорняков нет вообще. Но они не просто так там, конечно, исчезли. Мы с ними боролись. Мы с ними года два боролись. Там тоже были сорняки в человеческий рост. Но там же масштабы другие. А я весной ломала себе голову, что у меня вот тут вот растёт. Думала флокс и очень на это надеялась. Листочки похожи. А оказался-то голимый золотарник. Ну, ладно, пока Юра тут не скосил всё подряд, я из него хотя бы букеты сделаю. Потому что золотарник, такое инвазивное растение, он нам на участке не нужен. Сто процентов. Хотя он и хорош, очень хорош. Лучше пусть в кувшинчике постоят. Правда же ж? Вот, красиво и для сада безопасно. И ещё ко всему ароматно. Он, оказывается, пахнет мёдом. Недаром его топлюбят всякие букашки. Ну, и в завершение вечерняя прогулка наша традиционная. Юра мне сказал, что я его так сегодня прибрузила, что он бедно еле идёт. Ну, да, потому что обещают дождь завтра, послезавтра. Мне нужно, чтобы дербицит сработал. Поэтому пришлось. Сказал, что больше в таких темпах он тут не работает. Он сюда приехал, вообще-то, жить в своё удовольствие и отдыхать, а не вот так вот убиваться на огороде. Но я его понимаю. Но просто была такая необходимость. Он, бедный мой, наработался. Наработался. Вот и до ресторанчика дошли. До нашего. До нашего, слышите? Не знаю, работал он летом или нет. Так красиво тут всё позарастало. Ёлочки, мискантус, пенисетум. Да, красивенько. Обычно сельская улица. Такой ресторан. Как ты думаешь, работает он или нет? Ну, я сказал тоже. Я раньше был, працевал вот туда вот. Да? До этого. До ковида. До ковида працевал. А сейчас непонятно. Да, хорошо, скажи так. Мы ходили сюда. Даже полагодней. От ресторанчика свернули на боковую улочку. Тихо! А только псы со всех сторон лают. Адельку облаивают. Ну что, будем, наверное, прощаться с вами на сегодня. Будем отдыхать. И всем пока-пока. Подписывайтесь. Нам будет вам что рассказать и показать. Буквально каждый день будет что-то новое. Сто процентов, обещаю. Юра, смотри, какой здесь трон. Агрегат. Красивый дворик. Тоже саманная хата. Тоже старая крыша. Под старые черепицы. А смотри, как уютненько сделано. Чистенько, аккуратно. Что я хотела так изробить? Что ты хотел? А, это дорожки для машины. Да, это машины. Это из гибискуса. Изгородь. А вот дальше стоит такая же изгородь, только не стриженная. Ты вообще любитель и гибискуса. Ну и все симпатично. Смотрите, вот Юра идет, а вот мискантус. Это вообще. Он же метра, наверное, около четырех, я так думаю. Вот это да. Вообще, я впервые мискантусы, вообще все эти злаки увидела именно здесь, в Карпатах. Много-много лет назад. Даже не знала, что это такое тогда. И только потом, через несколько лет, они появились у нас и стали у нас популярны. Смотрите, какой он вариегатный. Красивый. Но реально метра три. Виноградная арка, и он выше ее. Юр, сколько метров тут? Сколько метров он в высоту? Тот метра четыре. А этот метра три. Вариегатный. А вот зебрина. Тоже огромный. Этот метра два. И я тогда еще проезжала мимо этих вот дворов. Но они у них в основном растут за заборе, так сказать. Эти травы огромные. И очень удивляло, что это за камыши у людей растут. Оказалось, это модные злаки. Это еще Юра увидел странное дерево. Я такого в жизни не видела. Что это вообще? Это нормально вообще с ним вот такое? Это не спело. А вот это, наверное, спело. Да, это вот, наверное, поспелое. А это еще такой кокон. Вот они. Ага, он облазит. Эта розовая оболочка с него слазит. И вот такие ягоды. Юра, мне кажется, ты знаешь что? Мне кажется, это магнолия. Это магнолия, Юра, точно. Согласен, это магнолия. Мне кажется, это магнолия. Мне так нравится. Каждый идет и каждый говорит. Добрый вечер. И мы им тоже отвечаем. Добрый вечер. В общем, мнения у нас, Юра, по поводу странного дерева с красными ягодами разошлись. Кто знает, пишите, что это такое. И на сегодня все. На сегодня теперь уже точно все. Субтитры сделал DimaTorzok